Трое педагогов из Ставропольского края стали победителями третьего всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью из столицы, где и проходил финал, привезли второе и два третьих места по Северокавказскому федеральному округу. Какие уникальные проекты покорили жюри и трудно ли сегодня заинтересовать краеведей молодежь? Мы пообщались с каждым из победителей. В этом году заявки на участие во всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью, направили конкурсанты из 86 регионов страны. В завершающий этап прошли 24. А в конце октября были определены победители в каждом из федеральных округов. ПСКФО – трое педагогов из трех округов Ставрополья – Советского, Новоалександровского, Георгиевского. Наталья Казакова преподает историю и общество знания уже больше 30 лет. Когда ты сам во что-то влюблен, то можно влюбить в это других. Я очень люблю краеведение. И это вообще из всей истории самое любимое мое направление. Наверное, это мне привели с детства мои учителя. Я им очень благодарна. На конкурс она представила проект «Солдатам Великая Победа посвящается». Начался он с небольшой исследовательской работы одной из ее учениц. Мы этим проектом занимаемся уже очень давно. Еще в 2003-2004 году мы стали восстанавливать имена всех ветеранов, которые когда-либо проживали в поселке Радуга. И набрали ни много ни мало, более 60 человек. Записали о них краткую информацию. У тех ветеранов, которые еще были живы, мы записали воспоминания. У нас даже есть видеоинтервью с некоторыми. А чтобы привлекать молодежь к исследовательской работе, самой приходится изучать современные средства коммуникации. Например, чтобы познакомить школьников с историей родного поселка Радуга, сняли с ученицей видеоэкскурсию и выложили в ТикТок. Сейчас Наталья Юрьевна работает уже над следующим проектом. Обладатель третьего места из Георгиевска Константин Вартанов на конкурсе представлял работу, которой также посвятил немало времени. Это путеводитель, могу показать, по памятным местам города Георгиевска. В путеводителе четыре части, и здесь собрана информация о памятниках, как существующих, имеющих официальный государственный статус, охраняемых законом, так и о исчезнувших памятниках, к сожалению. По истории нашего города подобного труда еще не издавалось. Эта книга является в данном смысле уникальной. Все это для того, чтобы его ученики знали, в каком интересном месте живут, чем славен и памятен их город. О самых отдаленных уголках округа можно узнать в школьном музее. Здесь есть макеты известных памятников истории и архитектуры. А экспонаты собирают сами юные краеведы. Часто приносят то, что многие годы хранится в их семьях. Краеведение – это мое хобби, моя душина, рассказывает третья победительница Валентина Милащенко из Зеленокумска. Она обладательница третьего места и уже трижды лауреат президентской премии за работы по краеведению. В этом году на конкурсе я представляла работу, называется она «История Зеленокумска», а тогда я путеводитель по нашему городу. Вот благодаря тому, что дети писали работы, исследовали историю нашего района, края, мы составили большой материал краткий, который дает возможность, собственно, любому человеку, не только зеленкомчанину, но и тому, кто приезжает в наш город, узнать побольше. В этом сборнике и рассказы о героях гражданской, Великой Отечественной войны и судьбе героев-афганцев. И интересные истории. Например, о том, как житель Зеленокумска выловил однажды в реке памятник Сталину. Многие школьники и фамилии такой не знали, говорит Валентина Николаевна. А после такой истории интересуются, спрашивают. И краеведы готовы рассказывать, не жалея времени. Таких энтузиастов мало. Этот конкурс, который проводят Российское историческое общество и Фонд истории Отечества, позволяет оценить их редкую работу и сказать за нее спасибо.